Кто из вас рисовал css на кодпейне? Все рисовали css на кодпейне. Кто из вас рисовал css на кодпейне какие-нибудь картинки? Вот, отлично. А кто-нибудь из тех, кто остался, попадал на первую страницу кодпейна? Я же говорю. А вот Никита попадал. И, собственно, сейчас он расскажет о том, во-первых, зачем это делать, а во-вторых, как это делать и почему это делать. Правильно? Да, отлично. Никита. Всем привет. Ну, да, сначала представлюсь. Меня зовут Никита, я работаю в RedHarm Group. Приехал из Минска. Сообщество Минск CSS, Минск.js, OneLab. В общем, занимаюсь ими свободно от основания. Ну, и еще упарываюсь по тому, чтобы делать картинки на чистом css, и про это прям целый доклад. Но начнем. Я знаю, что есть люди, которые любят css, а есть, которые считают, что у нас css, типа у нас есть javascript, у нас все есть. Пройдем, небольшой такой вопрос. Кто считает, что здесь есть javascript? Поднимите руку. Ну, типа заспорили ли тут, что да, демки на css? Ну, короче, это чистый css, ладно. Сейчас будет посложнее. Кто считает, что здесь есть javascript, поднимите руку? А, я тут, смотрите, вот тут есть интерактивность. Кто считает, что здесь есть javascript, поднимите руку? Ну, какие? Ну, есть пару рук, да. А, ну, тут нету javascript вообще. Это все там на чехбоксах, вот это вот все. Из свеженького. Прям вот. Кто считает, что вот это вот кино, оно на javascript? Ну, нету таких. Ну, правильно, тут все на чистом css, и это... Леша. Это просто специально? Ну, это css. А, окей, из старенького. Кто считает, что здесь есть javascript? Кстати, точное время показывать. Ну, я подсказку дал, точное время показываю. Для того, чтобы установить начальные стрелки, javascript используется, да. Но вообще, это все начише, чем css-то. Ну, и как бы... Кто считает, что здесь есть javascript? Ну, камон, поднимайте руки, что что, такое на css-то сделать? Это вообще шейдеры. Тут все, да, весело. Я, в общем, расскажу вам свой путь, как я вообще докатился до такой жизни, что я начал делать демки. И, в принципе, зачем мне это надо было? Ну, как многие из нас, начинал с того, что пилил сайтики, использовал самые крутые технологии, бустра в jQuery. В общем-то, да, двигал блоги, игрался с сс-шрифтами, все было безумно весело. А потом, вот буквально два года назад, встретил такую книжку «Секреты CSS» лидеру. Русское издание обалденное, градиенты черно-белые, паддинги переведены как забивка. В общем, классная книжка. Тем не менее, я вдохновился. И потом я сходил на «Минск CSS метаб номер один». Вот этот радостный молодой человек — это я. И там Аня Селезнева читала доклад про то, как при помощи CSS делать крутые вещи, причем прямо для продакшена. И я такой, блин, это что? То есть вот этот вот CSS, которым я каждый день блоки двигаю, он может делать вот такое? Прям вау. А потом я нашел статью, гайд по тому, как делать CSS-изображение, чистые CSS-изображения для новичков. Майкл Мангеларди, автор. И, в общем, там была простая такая демка, как сделать вот такую вот коалу. Разбиваем, наверное, глазики, ушки, и все это, вот позишн абсолют, все это совмещаем, и оп, у нас есть коала. Казалось бы просто, но есть целое движение daily CSS images. И раньше оно было прям популярное. В чем его суть? В течение 50 рабочих дней на почту приходило задание. Нарисуй тигра. Вот просто нарисуй тигра. Единственное условие, надо было делать это все на CSS, и, ну, как бы не обязательно было прям каждый день, ну, просто тебе приходило письмо. И ты приходишь с работы и делаешь тигра в течение нескольких часов. Ну, вот просто потому, что почему нет? И тут просто этих людей, которые вот в этом движении было очень-очень много, их вот действительно как будто давали какой-то крутой инструмент, кто-то выбивался в ближ, в высшую лигу. А потом, когда это движение немножко заглохло, я просто начал подписываться на чуваков, которые делают крутые демки, не используя CSS, JavaScript, они вот на чем-то генерируют какой-то арт. Ну, мне вот что-то вот прям захотелось сделать точно такие же вещи на CSS. Почему нет? Да, это на чистом CSS и, в общем-то, немножко залипать. Вот. А потом еще появился CodePen Challenge. Он не так давно появился. Суть в том, что каждую неделю CodePen, сервис, который, собственно, на котором куча демок, он выкладывает, присылает задания. Вот нарисуйте звездные врата. Ну, в общем, да, когда на работе есть свободных 6 часов, ты сидишь и делаешь на чистом CSS. Вот это абсолютно непроизводительную штуку. У меня сейчас греется так, что просто взлететь сейчас могу. Но это на CSS сделано. Ладно, честно, там JavaScript две CSS-переменные на темные. Меняются в X и Y. Все. Ну, в общем, как-то так, да. И, да, эта демка попала тоже на главную страницу CodePen. Мне прям приятно было. Ну, и, в общем, вы можете подумать, типа, ну, кей стоит, хвастается, типа, в чем с этой доклада? Вышел, показал свои демки. Я постараюсь вам показать, как вообще до такой жизни докатиться, как начать тоже делать демки, и что это на самом деле несложно. Первое, что нужно понять... О, мне таймер не забили. Классно, я могу говорить вечно. В общем, первое, что нужно понять, наш мозг любит обманываться. Мы, когда видим что-то, вот что-то видим, мы себя обычно дорисовываем. Ну, например, вы здесь видите там бесконечную иллюзию. Это нормально. Но если, допустим, поставить это на паузу, то можно рассмотреть, что это просто четыре квадрата, которые повторяются по кругу с каким-то поворотом. Это можно чистым CSS сделать, на самом деле. И, ну, вот такие иллюзии, да. Кто-то здесь видит Дарта Вейдера, кто-то видит здесь Пантеру, которая сидит на дереве. Ну, в общем, кто что видит, но, тем не менее, наш мозг, он дорисовывает у себя вот что-то там. И мы уже видим какую-то картинку. И самое главное, что вам нужно понять, это, по сути, просто мы рисуем большое количество слоев, эти слои как-то накладываются, и мы видим вот эту самую картинку. Следующий приемчик. Сколько вот с такой разметкой стилизуемых элементов? Три. Какие еще варианты? Четыре. Ну, три, как бы вот на этом слайде пока три. То есть у вас, когда есть элемент, вы можете ему задать before, after, тоже как-то стилизовать, и оп, вы как-то по-разному стилизуете, у вас уже три элемента. А если так? Это полная разметка. Какие варианты? Шесть. Ну, на самом деле девять. Дело в том, что если хеду задать display block, то у него тоже before и after можно стилизовать. Причем, когда я в прошлый раз читал этот доклад, я этого не знал, мне это из зала подсказали. И, ну, вот, да, у поротных людей много. В общем, когда вы создаете, вот просто ничего в HTML не вставляете, браузер, он все равно за вас это вставит. Ну, просто потому, что ему как-то надо работать, ему нужны теги. Вот. То есть у вас есть девять элементов, и вы, по сути, не создали вообще ни одного HTML-тега. То есть это реально чистые CSS-осображения. Прям вообще без HTML. Ну, и с чего состоит вообще все вот это? Мы говорили, что много слоев. Слои — это какие-то примитивы. Самый простой примитив — это прямоугольник. Мы это все умеем. Див задаем ему ширину-высоту, бэкграунд. Оп, у нас есть прямоугольник. Но бэкграунд можно задавать градиентом. Если делать резкие переходы, оп, у нас уже визуально четыре прямоугольника. Хотя это всего лишь одно CSS-свойство. Ну, и свойство бэкграунта, оно на самом деле офигенно сложное. И, ну, если вот прям разобраться, становится классно, понимаешь, что можно с ним очень много чего делать. И, ну, вы можете комбинировать разные свойства. И вот уже кажется, что у нас три слоя. Хотя на самом деле это всего лишь бэкграунд на одном div. Окей. А если можно записать вот так вот коротко, все очень читаемо, понятно, да? Ну, тем не менее, генераторы какой-то графики вы можете таким образом на том же JavaScript написать. Окей. Эллипс. Это тоже частный случай. Эллипса — это круг. И вот мы тоже с таким примитивом можем работать. Бордер радиус 50%. Спасибо себе. ССС-3-му уже все гораздо проще. Также можно делать радиальным градиентом. Тут почему такие числа? Ну, тут примените просто теорему Пифагора, да? Почему именно? 70,6%. Но мы таким образом тоже можем градиентом, то есть при помощи бэкграунда, нарисовать эллипс. Ну, и есть читерский способ. Это клиппэс. Почему читерский? Чуть-чуть попозже, но согласитесь, удобно. Написали эллипс. Эллипс. Логично. Треугольник — более сложная фигура. Но она тоже часто нужна. Старый способ, который вполне себе работает, — это бордеры. Вы когда используете у diva с нулевой высотой, нулевой шириной бордер, у вас уже, по сути, есть четыре треугольника. Мы их разукрашиваем. Ну, и логично, что если мы сделаем какой-то из них прозрачный, точнее все прозрачные, один непрозрачный, оп, у нас есть треугольник. Но на самом деле, почему этот способ, он не очень, ну потому что, типа, вам надо использовать бордер, вы не можете манипулировать с тем же самым бэкграундом, он очень сильно ограничивает. Линейный градиент. Мы можем делать при помощи линейного градиента, просто в угол, мы можем сделать треугольник тоже. Но этот треугольник прямоугольный. Проявим немножечко смекалки, ставим два треугольника прямоугольных рядом, и, пожалуйста, визуально они будут как один треугольник. Ну и Clip Pass. Классное свойство. Указываем точки, он нам треугольник отсекает. Читерский способ, но работает. Окей. Свойство бордер радиус, оно на самом деле, да, мы привыкли там, когда надо скругление поставить, там 5 пикселей поставили, 50% и так далее. Но на самом деле это целых 8 свойств. Ну, то есть вы задаете значение скругления в углах по оси X и по оси Y. И это тоже можно использовать для того, чтобы делать какие-нибудь, ну не знаю, яйцеподобные фигуры, например. А можно еще делать так, что, ну это же бордер радиус, значит он работает с бордером. Давайте зададим только один бордер и какой-нибудь такой дикий бордер радиус. У нас уже есть какая-то вот такая арка. Мы можем, например, бровки кому-нибудь рисовать таким образом. Ну и на самом деле все. То есть вот используя вот эти вот примитивы, вы можете рисовать крутые изображения. Шутки шутками, но вот, пожалуйста, эта панда, она целиком состоит из каких-то скругленных элементов, как-то там повернутых, но тут задействован в основном бордер радиус. И на самом деле, я думаю, многие видели эту безумную демку, которая работает только в хроме, но тем не менее. Картина, которая сделана на чистом CSS. Да? Ну, это все используют вот эти самые инструменты. Там, конечно, надо упороться, чтобы это сделать все самому, но это возможно. Классное еще свойство BoxShadow. Что оно позволяет вам делать? Оно позволяет вам дублировать ваши объекты. Причем дублировать так, чтобы элемент находился, вот эта вот копия находилась либо под элементом, либо где-то сбоку. Плюс вы можете видоизменять размеры, позиции. В общем, это удобно. И даже есть инструменты, которые генерируют что-то наподобие пиксель-арта, вот чисто за счет BoxShadow. То есть вы берете один-единственный div, и делая-делая много-много разных BoxShadow, вы пиксель-арт, по сути, рисуете. Это тоже возможно. Ну и почему ClipS это читерство? Это удобно, потому что вы можете элементы всевозможной сложности делать, но, во-первых, вы лишаетесь тех же самых BoxShadow, Border, потому что все, что... Вы, по сути, как будто смотрите сквозь замочную скважину. То есть вот то, что вы увидели там, вот то, что обрезано вот этим вот ClipS, то вы можете посмотреть. Все остальное, оно вот спрятано. Вы не можете как-то на это повлиять. И, да, есть инструменты, клипы, например. Очень крутой инструмент. Вы можете прям мышкой накликать, получить какую-то прям крутую фигуру, и он вам сгенерирует код, который вроде как в большинстве браузеров работает. Ну, про большинство браузеров, да. То есть, ну, понятно, да, использовать можно, но осторожно. Причем в Safari без префикса WebKit тоже работать не будет. И там тоже есть разные нюансы. Но, тем не менее, какие есть у нас инструменты? Все, вот давайте разберемся. CSS-волшебник. У него есть, во-первых, егор и автор. Вы, не используя ни единой строчки HTML, можете целых девять элементов получить. Есть свойство бэкграунд. Я лично считаю его самым-самым крутым, потому что при помощи градиентов можно очень много чего сделать. Border Radius, Box Shadow, ну и Clip Pass — это если вы принимаете все риски на себя. Окей, мы можем делать магию, и на самом деле следующий шаг — это попробовать делать эту магию, используя всего один div. И у LinFisher есть классный сайт. Вот все вот эти блоки — это single div. Вот, да. Я когда это в первый раз увидел, ну там в код залазишь и такой думаешь, что? Собственно, это тоже мотивировало разобраться, и я теперь, по крайней мере, понимаю, что там происходит. Повторить пока еще не могу, но, блин, прикольно же, да? Вот, а начиналось все вот с таких вот демок. Сейчас там уже даже анимации есть. Хорошо. Мы научились делать такие single div, статические картинки. Что делать дальше? Дальше попробуйте разобраться с анимациями. Ну и анимации — это тоже сокращение большого количества свойств. Разберитесь, попробуйте с каждым из них. Просто почитайте спецификацию либо там какое-нибудь красивое объяснение. И в чем прелесть? Ну, вы можете заметить, например, если animation play state, вы можете на паузу поставить по ховеру. Но это тоже прикольно для интерактивности. И, по сути, что вы должны сделать? Если вы хотите делать крутую демку, составьте сценарий вашей анимации. То есть вы действительно берете таймлайн, допустим, вы знаете, что ваша анимация зациклена на 10 секунд. Эти 10 секунд разобейте на какие-то там промежутки и вот просто реально распишите сценарий, где какой блок должен оказаться в какой момент. С 3D в CSS немножко грустно. Но, тем не менее, мы можем это делать. И примитив, какой есть 3D, это куб. У Анны Тюдора есть классная статья, как делать куб. И, в общем-то, мне этот подход нравится. Ну, что такое куб? Это шесть грани. Вот такой простой HTML-код. А вот таким CSS-кодом, который работает в современных браузерах отлично, вы можете вот эти все грани расположить так, как надо. Ну и вот, пожалуйста, у вас есть куб, сделанный на чистом CSS. А дальше все зависит от вашей фантазии. Во-первых, вы можете изменять длину ребра. Сделать что-то вот такое упорутое. На самом деле, вот на эту демку потратил, по-моему, часа полтора. Вот. То есть, тут просто анимация длина ребра. Можно упороться и сделать генератор кубов, который размещает их в нужных позициях и делает вот такого вот шагающего. Ну, это там немножко тоже с анимациями поиграться. Но, тем не менее, вы можете генерировать из кубов какую-то графику. Ну и да, если совсем упороться и на работе есть 6 часов свободного времени, можно делать вот такую штуку. Да, тоже. Это, по сути, большое количество кубов. Единственное отличие, вот эта вот веселая штука, это, по сути, не кубы. Меня спрашивали, типа, как ты это сделал? Почему эта штука дико непроизводительная? Там огромное количество шестиугольников, которые просто размещены под нужным углом. Но это работает. Вот. Оно, тем не менее, работает. Окей. Как ускориться? Ну, как я сказал, типа, 6 часов, это здорово. Ну, понятно, что мы приходим на работу работать, скорее всего, да? И тоже домой приходим с работы, наверное, уставшие. Ну, надо же как-то быстро делать эти демки, если все-таки вдохновился. Ну, во-первых, используйте правильные инструменты. Подвиньте руку, кто слышал про Emmet. О, как много людей. А кто слышал про ZenCoding? Чуть-чуть поменьше. А кто знает, кто придумал вообще все это? Молодцы. Ну, в общем, если что, кто не знает, теперь знаете. Ну, знаете, кто-то... Кто знает, кто такой Пепельсбей? Ну, ладно. Ну, в общем, Emmet, если те, кто не знает, это классная штука. Вы в VDE, по сути, набираете текст, вот такой вот, вот такой текст. Нажимаете Tab, и он у вас разворачивается в такую красивую верстку. Вот. И это вот действительно сокращает время написания тех же самых демок и в проектах помогает, на самом деле. Ну, и то же самое с CSS. Вы печатаете какую-то вилиберду, нажимаете Tab, оп, у вас CSS валидный. В общем, это удобно, когда нужно делать быстро. Действительно быстро. Я еще для себя использую Leaf Server. Это NPM-пакет. Вы ставите его глобально, и он при изменении файли автоматически перезагружает сервер. Причем шарит его тоже в сети. Все очень удобно. И на самом деле сейчас эти слайды крутятся как раз при помощи Leaf Server. И, ну, вот так выглядит простая установка. И что интересно, это тоже демка, которую я сделал для CodePen. Это SingleDivTerminal. То есть, ну, вот там внутри только TGP. В общем, да, демки можно делать не только бесполезные, можно иногда и полезные что-то делать. Вот. Ну, и тут такой спорный момент, но я рекомендую для демок использовать все-таки препроцессоры. Тут есть люди, наверняка, которые со мной не согласятся. Почему это важно? Потому что, когда вы работаете в проекте, там препроцессоры, да, они могут, например, как-то вредить, мешать и так далее. Но для дема важно быстро генерировать код. И, ну, вы видели, шесть грани куба, логично их по циклу запустить. Ну, и CodePen. CodePen – это сервис, который все это из коробки в себе содержит. То есть, у вас есть три окошка, вы можете там подключить даже бабель, если надо. Да, вы можете там любой препроцессор подрубить. Причем, может, ML, CSS, и он за вас все соберет прямо в рантайме. В общем, кто еще не был, заходите. Ну, и может возникнуть вопрос, зачем это все? Ну, типа, мы же вроде как серьезные люди, хотим заниматься серьезными делами. Ну, во-первых, если вы хотите разобраться в чем-то, в чем вы вот прям, ну, допустим, там, вот вышли гриды, а заказчик говорит, нет, вот нельзя гриды, но хочется разобраться. Делайте какую-нибудь демку, попытайтесь с ней поиграться. Я, например, так в свое время с Goudini API разбирался, просто собирал демки, которые, ну, вот нигде применить нельзя и до сих пор нельзя. Второе – это опыт. Причем, вот вплоть до такого, ну, банально, например, тот же самый Goudini API сейчас пока использовать нигде нельзя, потому что он за экспериментальными флагами, но когда можно будет, я уже, допустим, у меня опыт будет. Те же самые яркие примеры – это конический градиент. Спецификация, она вот-вот очень-очень долго выкристаллизовывается, и сейчас, по-моему, есть только в Firefox за флагами, и в Chrome тоже за флагами работает, но фишка в том, что LeaVero сделала полифил очень давно, и его можно было использовать. То есть многие люди уже умеют пользоваться коническими градиентами, хотя на рынке как бы вот оно еще особо не появилось в браузерах. Дальше – это понимание нюансов. Ну, понятно, падинг в топ-50%, все же знают, что это от ширины, да? Кто не знает? Все знают, супер. И, ну, как бы такие вещи – это ладно, но когда вы поймете, почему ваша анимация работает не так, как надо, вы действительно разберетесь, сядете, почитаете спецификацию, поймете, почему вот, ну, я же написал, я же так вижу, оно должно так работать, а оно не работает. Вот, это действительно прокачивает, вы пытаетесь делать то, что вам нравится, чтобы оно работало. Ну, и с чего все это начать? Ну, для начала вам нужно найти какую-то идею. Вдохновиться можно при помощи вот этих хэштегов, ищите их на CodePen. В общем-то, я еще вдохновляюсь вот этими тремя людьми, делают безумно крутые демки, и, в общем-то, просто подписываюсь, смотрю, как у них что выходит. В общем, вдохновляться можно. Что вам советую? Вы можете просто действительно заходить на CodePen, на главную страницу, искать крутые демки, и не обязательно копировать код. Попробуйте сделать хотя бы частично так же. Это тоже как-то вас простимулирует. Daily CSS Mages, это движение, к сожалению, загнулось. Загнулось по той простой причине, что человек Майкл Мангеларди, которым этим занимался, он, по сути, вкладывал свои деньги в это. Ну, банально сделать рассылку стоит денег. Ну, и, в общем-то, на Патреоне ему не собрали на это все. В общем-то, да, движение загнулось, но, тем не менее, я собрал все 50 заданий. В этом гисте можете просто открыть и попробовать выполнить эти задания тоже. Окей, вы вдохновились. Дальше. Ну, понятно, что по-хорошему надо сделать какую-то анимацию, чтобы все было красиво, интерактивно. Постройте сценарий для этой анимации. Сетка, без нее никуда. Как и в построении сайтов, так и в построении демок. Когда вы делаете какие-то картинки, я, например, для себя использую сетку с единицами измерения vh, vmin, vw. Почему? Потому что удобно. У вас изначально уже есть сетка какая-то 100 на 100. Вы привязываетесь, например, к vmin, а затем вот в этой сетке очень удобно вычисления делать, какие-то квадратики, и по этим квадратикам рисовать вашу коалу, панду, не знаю. Дальше. Ну, дальше вот эти самые слои. То есть вы можете действительно сделать там сколько угодно слоев в HTML. Можете упороться и все в одном div сделать, и вот тоже как бы внутри этого diva там при помощи бэкграунда именно выстроить правильные слои. Затем реализовать те самые анимации, которые вы продумали на этапе сценария. Причем даже какая-то микроанимация, там, не знаю, движение реснички, оно может придать действительно какой-то вот... Прям вот смотришь на демку, блин, она живая. Я не могу понять где, но она живая. Ну, и дальше прорабатываете вот эти маленькие детали. То есть у вас есть какой-то каркас, и начинаете там добавлять какие-то узоры, еще что-нибудь. А затем поделитесь с миром. Есть такая проблема, что многие из нас стесняют, делают какие-то демки, и на кодпене их даже не сохраняют. Типа, это кто-то увидит. Поделитесь с миром и подождите. Ну, в общем, мне, например, приятно, когда мои демки ретвитят аккаунт кодпен.io. Я несколько раз попадал, на самом деле, на главную страницу, просто потому что я постоянно указываю кодпен у себя в своих твитах, и они видят. И такие, о, может, можно репостнуть, а может, можно и на главную страницу. В общем, простой способ, как попасть на главную страницу. А давайте попробуем вот прям сейчас все это реализовать. Ну, то есть на словах-то хорошо, а давайте попробуем действительно. Ну, вот я вдохновляюсь, например, BissendBombs. Он делает вот такие интересные арты. И, в общем, я, например, вижу, как это сделать на CSS, и вот прям хочу. Давайте вот сделаем. Ну, начнем с того, что да, я использую припроцессоры, и логично, что там у нас 14 квадратов, их можно сгенерировать при помощи пага. Ну, можно просто взять, накопировать там HTML, как вам угодно. Затем набрасываем какую-то основу для нашего этого всего. Я опять-таки использую SASS. Потом объясню, почему. То есть, по идее, можно было бы это все на нативных переменных, но нет. Делаю холст на всю высоту экрана. Затем есть какой-то квадрат. Все квадраты должны быть размещены в центре. Ну, как это делать? Это на собеседованиях спрашивают. Пожалуйста, один из способов. И мы должны раскрасить их так, чтобы каждый второй был темненьким. И, ой, а что-то пошло не так. Ну, мы вроде как даже сделали так, чтобы они все были разного размера. Но проблема в том, что когда у нас position absolute, вот эти все блоки, когда они находятся вот в этом потоке, они каждая становится выше предыдущего по оси Z. Давайте развернем. Просто введем переменную, которая в наш цикл разворачивает. И вот таким образом будем делать нашу ширину и высоту. Окей. Вроде пофиксили. Давайте добавлять жизнь. Простая анимация. Что мы делаем? Мы поворачиваем на 30 градусов и в середине анимации на минус 15 градусов. И вроде как должно работать. Легко применяем. И что-то пошло не так. Вот обычно всегда, когда делаешь демки, что-то идет не так. Ну, внимательный юзер может заметить, что мы же там как бы это выравнивали по центру. А трансформ он в анимации взял и переписал тот самый трансформ, который был изначально квадрату применен. Вернули. И вот все круто. Вращается уже по центру. Затем хочется сделать... Ну, мы же видели, что там в зависимости от размера квадрата скорость вращения разная. Ну, сделаем, введем как раз-таки, раз у нас есть этот цикл, введем вот это самое время, подменим animation duration, и вот у нас уже вроде бы, в принципе, даже ничего такой прикольный эффект. Но мы же такие педантичные, мы хотим сделать, чтобы у нас было вот как здесь. А здесь он так повернулся и ждет, когда у него анимация должна пойти. Я не буду объяснять, какие эти числа я получил. В общем, так темки и делаются. Ну, то есть, ты сидишь и подбираешь. Ага, вот это число подошло и вроде выглядит как надо. К сожалению. Не, у меня тут какая-то логика была, но я не помню, что я тут делал. Но оно, тем не менее, вот, пожалуйста, оно работает так, как надо. И в чем проблема? Почему нельзя здесь использовать, например, нативные просто переменные? Потому что это можно реализовать только сгенерировав на каждый квадрат свою отдельную анимацию со своим отдельным именем. Ну, то есть, можно было бы это руками сделать, но нативными переменами пока такое не сделать. Поэтому SAS здесь спас, причем вот, пожалуйста, весь код демки. Ну, CSS. Не так уж и много, и на самом деле, по-моему, два часа на это потратил. 36 строк с CSS-кода, которые преобразуются в 412 строк CSS. Ну, понятно, что со всякими префиксами. Ну, в общем-то, я показал вам, демку делать не так уж и сложно. То есть, немножечко творчества, немножко другого видения слоев. И да, эта демка тоже попала на главную страницу CodePen. А еще мне нравится делать вот такие штуки. Это, если что, single div. И вот, не знаю, видно ли это на экране, но вообще немножечко зрение плывет. И на самом деле, вот таких демок у меня тоже несколько штук. Причем, действительно классно сделать такое на single div. Попробуйте, как челлендж. Для меня это был челлендж. Но, как бы это вот было не круто, вроде бы рассказываю, что про CSS, но самые крутые демки, они почему-то получаются все равно только с использованием JS. Ну, и в общем, да, поделюсь самой крутой своей демкой. Идея не моя. То есть, я ее, честно, спер... Ой, ее еще не видно. Или видно? Там Monalisa видно? Плохо видно. Ну, в общем, может, можно как-то... Ну, ладно. Если что, потом просто на слайдах найдете. Но суть в том, что я спер ее у какого-то рубиста, но на дживоскрипте я первый, кто ее сделал. Вот. И прелесть в том, что я старался сделать так, чтобы можно было, например, абсолютно любую картинку подставить. И, в общем-то, все отлично работало. Вот. Ну, в общем, можно упороться и сделать на Canvas вот такую штуку. Но, увы, это канус. Хотя CSS здесь тоже используется для того, чтобы блюр добавить, чтобы ноутбук лучше разогревался. Ну, если вы хотите делать крутые демки на дживоскрипте, рекомендую канал Юры Артюха. Он... Ну, сейчас у него сезон закрыт. Он планирует попозже чуть-чуть вернуться. Но, тем не менее, он целый год часовые делал вот эти вот видео, где просто на шейдерах что-то там за час легко делал. Генеративный арт и все такое. В общем, рекомендую. Ну, и давайте подытожим, чем вообще демки полезны. Это способ отвлечься от рутины. У меня с этого все начиналось. То есть, мне действительно было грустно сидеть на работе, просто постоянно двигать блоки. Это немножко надоедает, а профессия вроде нравится, терять ее не хочется. Дальше для меня это еще был повод разобраться в том, в чем вот действительно хотелось разобраться. То есть, какие-то современные спецификации, которые вот только-только вышли, и вот хочется попробовать. Ну, и это отличный способ бросить самому себе вызов. То есть, ты такое что-то делаешь, понимаешь, что ты в этом что-то достиг, и хочешь, блин, а вот смогу ли я так? Ну, вот, например, сингл дифф – это отличный вызов для верстальщика, я считаю. Ну, и да, это настоящее удовольствие, когда твою работу оценивают, и тебе, блин, вот там люди со всего мира там лайки ставят в Твиттере. Ну, это все равно приятно. Но есть предостережения. Во-первых, да, на это нужно время. То есть, если у вас вот прям действительно вы работаете по-настоящему, а не демки делаете на работе, и вот понимаете, что у вас по вечерам нет времени, ну, попробуйте, все равно понравится. Дальше это не про производительность. Ну, то есть, я серьезно, вот эта вот демка с звездными вратами, она буквально разгоняет ноутбук за 10 секунд, температуры невероятные. Ну, если хотите прогреть помещение, CSS-анимация вам в помощь. Ну, и будьте готовы к тому, что найдутся тролли, которые скажут, зачем это все, зачем ты это делаешь. Ну, такая вот у нас, у нас в принципе такая работа, все равно, что найдется кто-нибудь. Ну, и еще проблема, что это вызывает зависимость. То есть, вы в свободное время, такой, чем бы заняться, сериальчик посмотреть или демку сделать? Ну, вот у меня периодически возникает мысль сделать демку. И ты садишься, и всю ночь не спишь. Ну, это тоже, в принципе, да. Материалы. Ну, собственно, здесь как раз вот эта статья, которая меня вдохновила от Майкла Магеларди. Кстати, рекомендую подборку на CSS-Live, RU, CSS, JS, SVG с подвыподвертом. Они каждую неделю делают подборку крутых демок. Собственно, можете просто на CodePen заходить тоже на главную страницу и смотреть. Ну, и два доклада, которые крутые. Первый доклад, который меня, собственно, вдохновил, они селезневые. И второй был доклад тоже на PeterCSS первом. В общем, да. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...